Друзья, всем привет! И сегодня я попробую совсем кратко объяснить, что такое описание быстрых ссылок в Яндекс.Директе. На самом деле, очень много ребят спрашивают и в личку, и в группе ВКонтакте, как сделать вот эти дополнительные описания, как сделать такие развернутые описания в Яндексе. Как вы знаете, это можно сделать с помощью SEO, если у вас есть подобный инструмент для вашего сайта. И теперь с недавних пор в Директе. Но есть очень много ограничений вот именно на эти описания быстрых ссылок. Первое, что хочу сразу разъяснить. Вам необходимо добавлять обязательно 4 быстрые ссылки. Да, здесь сейчас в Яндексе показан пример для SEO. В принципе, пример для Директа выглядит так же, только с 4 быстрыми ссылками. То есть, также написана быстрая ссылка и под ней вот это вот описание. Единственное ограничение, которое связано с Директом. Первое, то, что необходимо иметь первое место, первое спецразмещение. То есть, занимать самую верхнюю позицию под результатами поиска. Второе ограничение. Объявление должно иметь 4 быстрые ссылки. Ну и третье, наверное, самое важное ограничение. Это должен быть так называемый навигационный запрос или запрос с неймингом. Проще говоря, пользователь должен искать именно ваш сайт. То есть, например, автору, или купите квартиру ру, или циан ру, или монстр контекст, mcontext.ru, или монстр контекст. То есть, связанные обязательно с неймингом. Если он совпадает, то будет выдаваться вот это описание. Без него, к сожалению, этого происходить не будет. То есть, будут показаны обычные 4 ссылки. Также есть еще несколько ограничений. Первое связано с десктопом. Только на десктопе и на планшете будут отображаться эти описания быстрых ссылок. На мобильных приложениях, к сожалению, это тоже работать не будет. То есть, в 99% случаев вам описание быстрых ссылок не понадобится. То есть, вы в любом случае заполняете быстрые ссылки, а описание делаете только на те объявления, где вы используете так называемый нейминг. То есть, продвигаете свои собственные поисковые запросы. Монстр контекст, автор.ру, цан.ру, купите квартиру.ру и тому подобное. Как же сделать описание быстрых ссылок? Во-первых, вам необходимо найти обязательно объявления, которые схожи с вашими ссылками на сайт. Например, если у меня это сайт гильдии живописцев РФ, то также нужно, чтобы и заголовок был гильдии живописцев. Ну, желательно. И, например, в ключевых фразах тоже было гильдии живописцев. Итак, мы лезем в быстрые ссылки. В быстрых ссылках мы видим кнопочку описания к быстрым ссылкам, нажимаем «Показать». И вот здесь вот дописываем обязательно во все четыре строки описание быстрых ссылок. Здесь есть ограничение на 60 символов, вы его соблюдаете. И после модерации вы будете показываться. При условии, конечно, что все три до этого пункта были соблюдены. Ну что же, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Вот такой вот коротенький обзор по описаниям быстрых ссылок. Успехов. Пока-пока.